Мы продолжаем говорить про Пригожина. Интересно, что его рейтинг растет, при этом рейтинг Шойгу падает. Шойгу становится, пожалуй, одним из самых ненавистных российских акторов и политиков. А ведь помните, раньше он был, наверное, вторым популярностью вместе с Путиным. И вот интересные данные, что россияне в мае искали информацию о владельце ЧВК Евгении Пригожине более чем в два раза чаще, чем информацию о самом Путине. Удивительно, да? В общем, мы решили сегодня попросить нашего коллегу в Москве выйти на улицы города и поговорить с москвичами и гостями столицы о том, знают ли они, кто такой Евгений Пригожин, и что они о нем думают. Давайте посмотрим этот небольшой видеоматериал. И, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Что-нибудь про Евгения Пригожина слышали? Я вообще не в курсах, кто это. А что, реально? Ну, я не в курсе. Не знать не хочешь. Что, музыкант какой-то? Это какая-то известная личность, правильно? А он разве не бывший актер? Ну, это исторический человек, конечно. Исторический? Разве нет? Я на политические темы не разговариваю. Это ж *** в Минске, папа. Видишь, короче, люди боятся, люди не хотят разговаривать. Политикой особо не интересуемся, если вы про это. Я не хочу комментировать, разговаривать на эту тему. Я стараюсь о политичном быть. Слишком много негатива. Я вот в этой истории вообще не разбираюсь. Я пацифист, ничего не думаю. Нет, ну как вам? Говорит умные вещи иногда. Иногда, иногда. Вот. Но то, что *** не сажают, я не знаю почему. Ну, короче, Пригожин следующим президентом станет, если что, вдруг. Конечно, слышали. Шикарный мужик. Вы бы за него проголосовали? Конечно, проголосовал. Я бы за всех проголосовал, кто защищает Родину. Мужик из народа, с хорошим бэкграундом, сидевший. У нас половина страны имеет такой опыт. Полстраны сидела, а полстраны храняла. Да, соответственно, он заходит тем и тем. Он, с точки зрения пиара, хорошая кандидатура, я бы его раскрутил бы на самом деле. Просто человек у меня, ты раз выступаешь, значит, кто-то ему позволил для чего-то. Он мне не нравится. А я плохо к нему отношусь. Просто плохо. Можно не спрашивать ничего про него, пожалуйста. Спасибо. Он сейчас руководит вроде как частной военной компанией. Я нейтрально отношусь к его персоне. Ни туда, ни сюда? Нет. А почему? Потому что в нашей стране не стоит относиться к кому-либо с ней, с какого-либо переоценкой или недооценкой. Извините, я не буду давать каких-то комментариев по этому поводу. Не вызывает особо приязни какой-то или положительных эмоций. Вы его не боитесь? Нет. На фоне, по крайней мере, сказать, многих других фигур, он деятельный. Интересная личность. Неоднозначная. Из-за такого человека бы замуж вышли? Нет. Не ваш вариант, да? Не мой вариант. На мат переходит многие. Но лучше такого не делать. Тут я согласен. Да, это замечательный человек. Поддерживаю его во всех его начинаниях. Что, какие-то вопросы есть по этому поводу? Я, в принципе, планирую, ну, сесть ради того, чтобы с ним познакомиться лично. Почему сесть? Ну, я слышал, он там Кент, в принципе, да, в принципе, довольно-таки часто там появляется. В принципе, я бы с ним поболтал. В принципе, он довольно-таки неплохо разбирается в боеприпасах. Я думаю, что я бы с ним о боеприпасах поболтал. Пожалуйста, напишите в личку, спасибо. То есть, вот такие люди должны править Россией? Я не буду отвечать на этот вопрос. Конкретно этот вопрос уже пересекает какие-то мои рамки. И я за него вот как раз могу отправиться, ему помогать в его замечательных делах. Я не буду никак комментировать. Хорошего вечера. Да, ну, конечно, уровень метаиронии, как сейчас принято говорить, совершенно зашкаливает. Особенно у молодых ребят, которые предлагают, чтобы Пригожин написал им в личку и собираются пойти, отправиться на зону, чтобы с ним лично познакомиться. Конечно, я думаю, что ребята не совсем понимают, о ком они говорят. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальные сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.